Детка немножко догоняет запястье потом, но это происходит на последних буквально сантиметрах. Вот это очень важный момент. Есть ракетка у кого-то с собой? Дайте, да вот. Мне нет. Нет, дай ракетку. Потом, смотрите, второй момент. Есть ощущение такое, что Федерер закрывает ракеткой на мяче. Она попадает не совсем центром, в нижний край. Если посмотреть, вот тут она была под таким углом, видите? Он попал чуть-чуть не в центр, она закрылась просто от мяча здесь. Ракетка практически не закрывается до удара. Она почти идет плоско. Где-то процентов 10. В основном у Федерера тенденция, он всегда попадает сюда в нижний край и смещено у него, как правило, к нижнему краю. Поэтому после удара он смещает. Значит, самое главное, что мы должны понять, что мы доводим, главное в обучении, мы доводим запястье. Первое пересекает. Мы первое пересекаем вот эту линию. И вдогонку, и вдогонку к запястью. То есть вы заходите в удар, вы заходите в удар всегда кулаком. Кулаком, да. Мячик залетает немножко за запястье. Второй момент. Смотрите внимательно. Мячик. Значит, вот уровень мяча. Вот уровень ракетки. Чуть уже сложнее. У детей вот, твой корпус и сюда. Если вы открываете, исправляете ошибку ребенку после закрытой ракетки, после закрытой ракетки, вы ему открываете хватку, вот от такого положения. И первый день, два, неделю, в зависимости от таланта ребенка, мальчики иногда 15 минут, иногда час, девочки и дольше, они бьют в забор. Они должны почувствовать, что это удар. Что сколько сил он вложил в удар, столько мяч полетит. Потому что ребенок привык вкладывать много сил, мячик летит в среднем. Он открывает ракетку, он начинает вкладывать столько же сил, и мяч, соответственно, летит на 15 метров дальше. После этого, когда он почувствовал удар, вы создали ядро удара, вы начинаете ребенком работать вот здесь уже. И это движение отрабатывается свечками. Вы встаете у сетки с корзиной мячей, ребенок в центре, вы ему кроссом, он подход, свечка по диагонали вокруг, вот у вас. И таких там 200 штук. 200 штук из замаха, чтобы там никакого этого не было, все, он уже закрепил вот это движение, у него же шаг, он пошел учиться свечке. Они будут лететь вначале плоские, потом подкрученные, потом уже когда-нибудь крученные, потом он начнет просто вот здесь вот этим движением ускорять. Вот Яновец, то же самое. Раз, колпачок. Смотрите, у него очень здорово вот с этого ракурса видно, как идет колпачок. Давайте посмотрим Сережу Агасси еще раз. Вот здесь железка, железяка, да, не очень хорошо работает на это упражнение левая рука, да, потому что она все-таки даже чуть глубже, эти стенки мешают, но зато работает очень хорошо правая сторона, да. И вы, чтобы ракетку не ударить, у вас идет сразу вот очень глубоко окончание. То есть вы тащите, вот здесь ракетку за стенку, да, чтобы она не билась. Вот здесь очень, вот на это движение, вы очень глубоко кидаете, и ребенок вот здесь подбирает. Ну, и мы вас в основном убирали из с ней, когда у нее было взрослых людей, что он был с той стенкой, да. Тут как раз переднее плечо лево придерживается. Вы держите, вы стоите, у вас просто улка работает, старт. Голова нужна для того, чтобы компенсировать вращение. Вот посмотрите внимательно, что у него мяч гуляет, как голова еще в другую сторону, то есть это... То есть голова поворачивается в момент удара, именно двигается, для того, чтобы компенсировать вращение, потому что у нас рука с ракеткой летит в одну сторону, а угол наклона головы, угол наклона головы, неправильно рисую, надо сюда рисовать, угол наклона головы туда, для того, чтобы... Если мы наклоняем голову на 15 градусов туда, она становится в три раза тяжелее, в принципе. И так как ракетка имеет массу, то тогда что происходит? Нас начинает крутить. Но если мы не Федерер. Если мы Федерер, нас не крутят. Смотрите, вот у него голова там остается. Смотрите, вот здесь получается. Да. Вот, и если это движется, то есть труба, стоит 50-50. Да, незаметно. Вот. Мы ставим емельное плечо, сколько? Очень много. Открывай, хорошо. Все, просто. Хорошо. 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 Хорошо.